Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ну что, к хорошим новостям. У нас уже есть ракеты Гарпун. Нам их передала Дания. Возможно передаст Великобритания еще. О количестве тоже не сообщается. Что это за ракеты? Это противокорабельные ракеты, которые могут быть расположены как на самолетах, так и на подводных лодках, так и на берегу, либо на корабле. Так вот, нам передали тот вариант, который можно располагать то ли на судах, то ли на суше. Мы в нашей ситуации будем располагать их на суше. Прекрасная ракета с радиусом действия. Ну тоже молчат, не говорят, какой именно из них передали, потому что их довольно долго производят. Производят их с 1977 года. По настоящее время. Они находятся на вооружении довольно многих стран мира. Очень распространенная ракета. Произведено их более 7000 штук в общей сложности. Единственное, что могу сказать, что дальность тех ракет, которые передают нам, она может быть от 200 до 280 километров, что в принципе достаточно для того, чтобы обезопасить полностью как Одессу, так и Николаев и где-то выйти туда на траве Севастополя, чтобы они ближе не подходили к нам. Вот, то есть с момента получения этих ракет, то есть с нынешнего момента, российским этим калошам подходить к Одессе не рекомендуется. Нет, точнее рекомендуется, конечно, но они просто этого делать, по всей видимости, не будут. Хотя, в принципе, ими такие дурачки руководят, что вполне возможно, что будут. Кто их знает. Вот. По величине эта ракета довольно крупная, да, она больше, более 4 метров в длину. Нам их передают вместе с пусковым комплексом, вместе с подготовленным экипажем, украинским, конечно же. И, как говорится, в добрый путь. Учитывая, что к нам одновременно приехали САУ-109, М-109, извините меня, самоходные артиллерийские установки М-109, надо сказать, что ну, не правы те, кто говорят, что вот нас бросили, нас забыли, позабыли. Никто нам не помогает. Ну, как же не помогают? Вот за один день столько вкусняшек. А завтра будет завтра. Ну, завтра воскресенье. Такое дело. Вот понедельник, вторник. Там должны подписать МЛРС. Вот это будет вообще бомба. На Кремле подгорит. А уж как подгорит у их войск здесь, в Украине. Будет гореть очень сильно. Слава Украине.